поговорим о страданиях матрицы и программах сталкиваюсь с этим постоянно и в общении с людьми и в общении с дочерью таким образом это происходит кстати кто не смотрел фильм матрица обязательно посмотрите там конечно все так гипертрофировано да то есть сплошные им страдания весь фильм он как бы такой весь на страданиях да и как будто бы даже в самом фильме осознавая себя до осознавая что ты и вокруг везде программы у тебя спокойствие какое-то начинает присутствовать нету такого наслаждения до процессом жизни друзья рекомендую вам карту тинькофф black офигенный банк офигенная карта очень удобное приложение если по промокоду у меня внизу видео пройдешь то пожизненное бесплатное обслуживание карты для оформления для оформления карты к вам приедет человек договоритесь он в любое удобное время не приедет к вам к дому подъедет и вы прям там оформите карту очень удобно рекомендую этот банк потому что сталкивался с блокировкой счетов из-за каких-то маленьких малюсеньких штрафов в известных банках ну и нет проблемы заводишь вторую карту допустим она может когда-то пригодится и как говорится не храни все яйца в одном лукошке я пользуюсь несколькими банками но этот мне больше всего нравится удобное приложение все суперская рекомендую все равно какая-то грязь там и так далее но дело не в этом а в том что все вокруг нас это программы которые нам формируются в течение жизни да вот и все эти же страдания это тоже все же программы горится все что у нас есть все наши страдания все наши проблемы это влияние программ начиная там от родовых от до программ который у нас формируется в течение всей жизни да и мы зачастую только из-за этого и страдаем то есть если бы все программы одним разом и по щелчку пальцев да они бы все прекратили действовать мы просто были бы но мы стали выпускали все чистыми как иисус чистыми как новорожденные дети то есть мы были бы просветленные и только из-за этих программ которые у нас есть они наши вот этот беззаботное счастливое ощущение вот этого пространство и нас самих себе и так далее у нас из этих программ из-за эго ума это все одно эго ум программы это все одно их начинает разделять но это все одно если бы это разом просто растворилась мы были бы просто ничем потому что когда ты видишь что программы исчезают и становишься ничем или никем или ничем без разницы кого-то это пугает потому что ты цепляешься за вот эти программы как то я стану никем ничем я хочу быть вот этим я хочу быть сварщиком я хочу быть вот этим поваром как-то и никем ничем не стану но самое интересное что ты не то что потеряешь там допустим профессию свое любимое какое-то дело даришь что-то ты этим еще более профессионалом можешь стать дело не в том что ты потеряешь себя ты наоборот себя приобретешь ты станешь невозмутимым профессионалом в любой деятельности в которой ты захочешь который уже приобрел ты просто будешь усовершенствовать улучшать во благо всего пространства во брак во благо этой игры в которой мы присутствуем потому что мы находимся реально в игре в игре под нашим под названием жизнь да и прожить мы ее можем двумя способами страдая и не страдая и вот я стараюсь выбрать способ прожить не страдая основная масса людей 99 на самом деле 99 процентов они выбирают страдания ум он хочет страдать он наслаждается страданиями все такие думают я не хочу страдать но ты вот когда говоришь я не хочу страдать тоже страдаешь страдаешь в будущем страждаешь прошлом умирает человек ты страдаешь поминки какие-то ты страдаешь праздник там какой-то там страдаешь там поминовение каких-то там героев еще что-то но это все страдание но все что тебя откидывает в прошлое все что тебя откидывает в будущее это все страдание прошлое это ты страдаешь потому что уже закончилось кто-то умер там что-то какие-то и три реализации не реализовались да ты страдаешь вот если бы я вернулся да сделал бы по-другому да если бы я не знал бы да под соломки бы подстелил или ты страдаешь в будущем тебя еще нету машины но ты уже страдаешь ты стремишься там какого-нибудь крузаку или еще очень тесли какой-нибудь и ты там будешь пять лет страдать пока не придешь к этому или там десять лет И ты реально страдаешь Тебя нету Не в будущем Потому что его еще нету И тебя нету в прошлом Потому что оно уже закончилось Его уже не существует Это все равно, что страдать по одежде То есть одежда, которая у тебя уже Износилась И ты ее выкинул И ты страдаешь, что у тебя была Такая прекрасная, офигенная кофта Или там футболка Она такая была офигенная Ты там несколько лет страдаешь И вспоминаешь, какая она была хорошая Или страдаешь о том, что хочешь эту футболку И она неимоверно дорогая Или редкая И ты там несколько лет страдаешь, как ты ее хочешь А в этот момент Когда ты страдаешь Тебя здесь нету И ум питается только тем Когда тебя Здесь нет И ум И эго И программы Они питаются только тем Когда ты или в прошлом Или в будущем А когда ты находишься здесь В настоящем Здесь и сейчас Все эти программы Они отключаются Ну Не совсем отключаются Они перестают действовать А когда ты становишься тотальным Прямо здесь и сейчас У тебя, конечно, может сохраниться программа Программа, допустим Что тебе нужно что-то делать Программа какая-то С детства там еще что-то, да Ты можешь быть, конечно, в этой программе Не то что счастливый Да, ты можешь быть счастлив В этой программе Но не тотально Но она все равно получается В прошлом Потому что Программы Они будут отражать Программа Счастье в программе Оно Не тотально Ну Это иллюзия счастья Потому что Все, что Существует как программы Да Это то, что тебе Написан алгоритм Каких-то, допустим, действий С детства Еще откуда-то, да То есть Это не твое На самом деле решение Не твоя жизнь Потому что Это решение Уже какой-то Установленной программы Которая была Сформирована В детстве В школе В институте Еще где-то В телевизоре Ты посмотрел И эти программы Формируются И В этот момент Когда Эта программа Действует Ты прям По этому алгоритму Идешь И это не ты Потому что Одно дело Увидеть Допустим Свой ум Но Еще Очень важно Увидеть Свою программу Потому что Допустим Ты Ум Видишь Но Самое Что Интересное Когда Ты Видишь Свой ум И ты Распознаешь Ты И потихонечку Будешь Распознавать Программы Которые Заложены Ты их Начнешь Видеть Потому что Ты будешь Видеть Откуда Исходит Вот это Вот Желание Или Вот это Вот Установка Что надо Делать Вот именно Вот так Вот Почему Именно так И ты Смотришь Откуда Оно Идет И Таким Образом Ты Эту Программу Вычисляешь По сути Все Все Абсолютно Все Страдания Это То Что По сути Оно Даже Все Это Не Нужно Мы Считаем Что Как Это Кант Да Не Не Кант Если Ты Мыслишь Ты Существуешь Без Мыслей Ты Тоже Существуешь Распознавать Программы И Распознавать Свой Ум Можно Это Все Делать Одновременно Ты Можешь Так Ж Думать И Фиксировать Что У тебя Вот Есть Программа Также Головой Можешь Думать И Видеть Что Это Программа Допустим Смотришь Гороскоп Ты Там Какой Нибудь Рак Допустим И Это Программа Ты Сможешь Гороскоп И Начинаешь Тебе Там Написано Что У тебя Какой Сегодня Допустим День Или Что Тебе Грядет За Этот День Там Неделю Или Месяц И У тебя Включается Программа Что Ты Рак Потому Что Тебе Кто Сказал У Твоему Дате Рождения Что Ты Рак Допустим Что Ты Такой То Гороскоп И Эта Программа Эта Программа Начинает Работать Именно Тогда Когда Ты В Нее Включаешься Когда Ты Из Нее Выходишь И Не Включаешься В Эту Программу Когда Ты Понимаешь Осознаешь Что Эта Программа Даже Если Ты Осознаешь Это Умом Пусть Даже Умом Но Ты Понимаешь Что Ты Запрограммирован Что Ты Рак И Эта Программа Тебе Всего Лишь Нужно Ее Опознать Тебе Ничего С ней Надо Никак Не Бороться С ней Не Плеваться В Нее Тебе Нужно Просто Опознать Ее Даже Своим Умом Что Эта Программа И Таких Программ Много Вся Наша Жизнь Состоит Из Этих Программ Потому Что Нам С самого Детства Их Формируют И Пихают В голову Тебе Просто Нужно Их Увидеть Ничем Не нужно Бороться Ты Должен Быть Как Река Текучий С Течением Нет Смысла Бороться Тебя Просто Утянет Утащит Или Еще Что Ты Должен Просто Грести По Течению И Чуть В Торону Не Надо С Ним Бороться То же Самое И С Программами То же Самое С Умом Твоя Задача Это Все Просто Зафиксировать Ты Должен Своей Головой Просто Увидеть Что Это Есть Есть Вот Эта Программа Все Все Что Тебе Нужно Сделать Ее Увидеть И Все То же Самое Ум И То же Самое Программы Тебе Просто Их Нужно Зафиксировать В Своей Голове Делай Каждый Раз Отметочку Увидел Что Ты Делаешь Ругаешься Ссоришься Какие То Шаблоны У Тебе Возникают Ты Сразу Увидь Увидь Что Это Похоже На Шаблон Что Это Не Твое Вообще Все Самое Пойми Самое Интересное Что Все Что Ты Думаешь Все Что Ты Думаешь Это Все Шаблоны Это Все Программы Это Все Ум Вся Наша Жизнь Из Этого Состоит Когда Ты Только Научишься Увидеть Ум Он Реально Виден Физически И Ты Реально Физически Видишь И Чувствуешь Он Физически Ощущается Переход Ума От Не Ума И У тебя Конечно Остаются Слова Которых Ты Научился И Когда Ты Будет Уже Ум Будет Молчать Но Ты Будешь Говорить Ты Будешь Говорить Чисто Как Из Пространства То Есть Ум В Говорении Будет Участвовать Только Для Происнесения Слов Но У Теб Будет Поток Не Из Ума Поток Будет Из Пространства Тебе Будет Просто Как Люди Говорят Что Информационное Поле Земли Тебе Будет Просто Эти Информация Она Будет Без Обдумывания Без Придумывания Без Каких-то Алгоритмов Ты Просто Будешь Выдавать Информацию Определенную И все Ну И да Вся Наша Жизнь Вот Это Игра Игра Как В матрице Только В матрице Показано Что Наслаждаются Именно Те Да Кстати Может быть Хорошо И показано Когда Человек Сидит В игре Осознает Что Это Игра Он Кушает Допустим Там Стейк Да Он Чувствует Какой он Вкусный Но В этот Момент Он Осознает Что Это Матрица Вот Это Как раз Таки Есть Пробуждение Ты Находишься В этой Матрице Осознаешь Что Это Матрица И Ты Будучи В матрице Кушаешь Кушаешь Этот Стейк Хотя Он Ненастоящий На самом деле Да Хотя Что Такое Настоящее Что Такое Ненастоящее И Ты Наслаждаешься Этим Ненастоящим Стейком Будучи В матрице И Осознавая Эту Матрицу Вот Такая Вот Загогулина Так Что Осознавай Себя В любой Момент Тренируйся Есть Только Миг Между Прошлым И Будущим И Именно Он Называется Жизнь Все Остальное Это Иллюзия Только Здесь В данный Момент Прям В доли Секунды То Что Ты Глазками Видишь Только В этот Момент Дольку Тренируйся